Друзья, всем добрый день. Привет. Меня зовут Альбина Логачева, я директор компании «Практика успеха», практикующий бизнес-тренер, эксперт по сервису и также организатор конференции «Секреты сервиса», которая вот уже третий год будет в Новосибирске. И мы с вами поговорим про то, что мы больше всего любим. То есть в нашей компании 60% клиентов приходят по рекомендациям. То есть то, чем я буду делиться, это опыт наших клиентов, это наш личный опыт, и вы сможете использовать эти рекомендации, эти лайфхаки в своем бизнесе. Причем в абсолютно разных бизнесах вы можете это применить. То есть такие универсальные рекомендации. Если кому-то будет еще более интересно и хочется в глубину пойти, то у меня, кто с флешками пришел, есть информация, которую могу поделиться. Экраны контроля, сервисы. Это любят все. Итак, тема «Как обеспечить поток рекомендаций в вашей компании». Конечно, запустить сарафанное радио. Итак, мы сейчас прямо сейчас, прямо вот здесь и сейчас проведем эксперимент. Здесь собралась очень хорошая, качественная такая реферальная группа собственников, директоров, в общем, сливки общества, которые занимаются развитием своего бизнеса. Ваша задача сейчас представить себя в роли клиента. Вспомните себя. Вот снимите пиджак директора, вспомните себя в роли клиента и задайте себе вопрос. Чем вы руководствуетесь, когда рекомендуете свою компанию, в которой вы являетесь клиентом? Я не знаю, колеса вы там меняете, автосервис, маникюр вы там делаете. В общем, кого-то вы в своей жизни рекомендовали. Вот чем вы руководствовались, когда вы рекомендовали? Что сейчас нужно будет сделать? Сейчас нужно будет достать телефоны и открыть в телефонах, набрать menti.com. Бывает так, что через браузер Google Chrome вы не можете войти. Тогда можно просто через интернет, через обычный браузер войти. Пожалуйста, войдите на этот ресурс и введите пароль, который указан ниже 59 1805. И мы прямо сейчас проведем эксперимент голосования. Получилось войти? Если через Chrome не получается, попробуйте еще раз, либо через другой, через просто интернет. Через буковку «и» всегда получается. У меня не всегда через Chrome получается. Итак, вы все там. Теперь у вас там появилась такая ленточка круглая. Не круглая, а длинная лента. В ней нужно будет сейчас, пока не спешите голосовать. Вот у вас вот там вот это все в длину, вот эти вопросы. Вопрос такой. Чем вы руководствуетесь, когда рекомендуете свою любимую компанию вашим родственникам, знакомым? И расставьте веса от 7 до 1. Где 7 – это вот то, чем в большей степени я руководствуюсь. 6 меньше, и 1 – это совсем я мало этим руководствуюсь. Когда рекомендую? То есть сейчас опыт именно клиентский свой вспомните. У вас? Да, конечно. 59.18.05. Давайте я его запишу. 59.18.05. menti.com. Браузер не всегда Chrome работает. Через него не всегда можно зайти. Те, кто с кнопочными телефонами, мы о вас тоже помним. Вы можете просто на листочке написать вот эти вот пункты, 7 слов написать, и тоже расставить веса от 7 до 1. У вас не может быть, друзья, у вас не может быть 2 семерки или 2 шестерки. У вас может быть только 1 семерка, 1 шестерка, 1 тройка и так далее. Друзья, можно вывести презентацию, чтобы мы видели, как проходит у нас голосование? Итак, друзья, что мы видим? Так, я буду смотреть, потому что у меня тут не видно. Да, мы еще продолжаем голосование. Продолжаем. Еще у нас люди голосуют. Смотрим, что получается. Друзья, у нас голосование видно вот на этих плазмах сверху и сбоку, и еще видно вон там, то, как у нас происходит с вами голосование сейчас. Да, почти все проголосовали. Итак, друзья, у нас объективно видны уже лидеры. Первый лидер у нас – это качество услуг. Безусловно, мы не будем рекомендовать товар или услугу некачественную. Это первое, что у нас выходит в лидеры. На втором месте у нас удобство. Правильно? Вижу сейчас, да, на втором месте удобство. На третьем месте уровень заботы и внимания. Кстати, они сейчас с удобством борются. Смотрите, как уровень заботы и внимания борются с удобством. И так идет у нас по убыванию. Цены у нас идут уже на пятом месте и так далее. Разнообразие ассортимент, репутация почему-то тоже занимает вместе с разнообразием услуг не самые высокие места. Но и реклама и объявления на рекомендации влияют, вы видите, как? На седьмом месте. Давайте вспомним те бюджеты, которые мы вкладываем в рекламу. Ну, просто так, цифры вспомнить. И как это влияет на рекомендации? Вы понимаете, что никак это не влияет. Естественно, наша задача рекламы – это привлечь первичных клиентов, первичных гостей в наш бизнес. И потом они уже становятся постоянными, мы их удерживаем, и они нас рекомендуют. То есть результат налицо. Какой вывод мы можем сделать из этого, из этих цифр, друзья? У нас хорошая реферальная группа. Качество услуг, уровень заботы, внимания и удобства. Это все, кстати, относится к сервису. Вот удобство и уровень заботы и внимания – это как раз определение сервиса. Сейчас, как вы знаете, продажи без сервиса просто невозможны. То есть время, когда увидел, втюхнул и забыл, оно прошло. Сейчас время удержания клиентов, и сейчас сервис очень плотно вошел в продажу. Я бы сказала, такой тандем очень хороший. Поэтому мы поговорим сейчас про удержание клиентов. Как те, кто пришли по рекламе, чтобы они у нас остались, и нас еще рекомендовали. Итак, первое. Казалось бы, капитан очевидность я сейчас. Говорю какие-то простые вещи. Но реально, вот поднимите руку, кто уже это сделал и прописал у себя в компании. Причем с командой со своей сделал. Создать образ идеального клиента. Каких клиентов вы хотите привлечь в свою компанию. Я когда об этом не просто задумалась, а мы это прописали со своей командой. Столько инсайтов было. Вот прям системно прописать. Каких клиентов мы хотим. Понятно, что если вы магазин «пятерочка», наверное, вы не будете себе прописывать. Но хотя тоже там бахетлесии прописывают, каких они клиентов хотят видеть. «пятерочка» тоже они понимают свой четкий сегмент. Именно идеального клиента. Не скандального, не который там все у вас будет разбивать и так далее. А именно идеального. Потому что мы будем ориентировать наше построение системы именно на нашего идеального клиента. Вторая история – какого мнения мы хотим, чтобы у этих клиентов добиться. Что они будут думать о нас, что они будут говорить о нас. Чтобы нам эти слова, эти мысли закладывать. Даже через нашу рекламу. Даже через наше сопровождение. Мы должны этим людям закладывать. То есть исходя из того идеальны, потом что, какого мнения хотим добиться. Следующая история – стара как мир. Но я повторяю ее постоянно. Спроси любого продажника, в чем ваше УТП компании. Такие круглые глаза. УТП мало очень кто знает. Если у собственника в голове есть УТП, а у продажников нет, донесите через тренинги, через регламенты, через стандарты. Но чтобы УТП знали все. То есть в чем УТП вашей компании? Уникальное торговое предложение. Почему именно эти идеальные клиенты клюнут именно на ваше УТП? Или может быть ваше УТП вообще для других клиентов? Чтобы иллюзии не питать, мы хотим одного уровня клиентов, а наше УТП вообще для другого уровня. Например, одно из наших УТП, я его называю improvement. То есть мы не просто проводим тренинги в компаниях. Я вообще даже иногда не рекомендую проводить тренинги в компаниях, потому что часто это деньги в песок. Мы именно системно подходим. И мы в прошлой презентации был такой аквариум. Компания как аквариум. И мы не просто как некоторые консалтеры смотрят на аквариум и такие вот тут рыбка вот так плавать, здесь так. Вот сейчас рыбок перемешаем и все нормально будет. Мы раздеваемся, одеваем водолазный костюм, ныряем в компанию. И вместе с компанией там плаваем, вместе с компанией со всеми рыбками. И потом только проводим изменения, передаем все технологии. То есть наша задача передать технологии, которыми пользуемся мы, нашим клиентам. Мы не делаем наших клиентов зависимыми от нас. Мы им передаем технологии, чтобы они могли этим сами пользоваться. Я считаю, это одно из наших УТП. Вы, может быть, по-другому считаете. Но это действительно отличает нас на рынке. И когда люди рекомендуют, они именно это говорят о нашей компании. Поэтому то, что мы хотели, чтобы люди о нас говорили, таким образом мы транслируем. Ну и, конечно же, какими вы должны стать, если вы поняли, что УТП не соответствует, либо мы что-то делаем с продуктом, с услугой. Какими должны стать, чтобы привлечь идеальных клиентов. То есть продвижение должно быть направлено именно на них, на этот портрет. То есть можно прямо нарисовать художественный этот портрет, собирательный такой нашего клиента. Какой он должен быть и материально, как часто он должен покупать у нас, что он должен у нас покупать, приобретать и так далее. Что говорить. Ну и вопрос, конечно, задать, насколько вы отслеживаете, что к вам люди приходят по рекомендациям. Элементарный вопрос при первом контакте, откуда вы о нас узнали, дает вам кучу информации. Вот просто его в речевой модуль включить, по телефону, если у вас B2C, то обязательно при приличной встрече с клиентом. Обязательно включить этот вопрос в общение с гостем, с клиентом. Ну и, конечно же, теперь мы переходим к лайфхакам и рекомендациям. Какие же фишки, какие же вещи могут мотивировать человека вас рекомендовать? Первое, его, конечно же, мотивируют какие-то сильные эмоции, которые вы вызвали. То есть эмоции мы тоже обязательно поговорим, каким образом мы можем вызвать эти эмоции, что он нас запомнит, мы действительно выделимся, и он захочет нас рекомендовать. Вторая история – это сделать его экспертом. То есть сейчас время экспертных продаж. И когда мы из клиента делаем эксперта, он учится выбирать именно ваш продукт. Мы пять лет занимались тренингами для тренеров, привозили Марка Кукушкина. Мы очень четко и продуманно писали статьи, в которых учили наших клиентов выбирать тренинг для тренеров. Как же понять, какой тренинг для тренеров выбрать из многообразия? И мы закладывали в этот чек-лист именно то, что соответствует нашему Марку Кукушкину. Его выбирали на протяжении пяти лет, это всегда был аншлаг. То есть достаточно было разместить, грамотно выложить статью, и люди приходили. Но просто время уже закончилось. Сейчас мы уже закрыли эту историю, но пять лет существовало очень хорошо и результативно. Поэтому своеобразный чек-лист, по которому клиент будет вас выбирать. Наверняка вы читали в одной из книг историю про то, как компания, занимающаяся бильярдными столами, создала несколько статей, обучала клиентов по тому, как правильно выбрать бильярдный стол. И стол должен быть с определенной лузой. А такие лузы были только у них. Вот собака. Только у них такие лузы. И естественно, они благодаря тому, что их клиенты становились экспертами в этом вопросе, они увеличили продажи. Причем там цифры очень серьезные. Ну и покрытие по рынку у них было. Поэтому такой чек-лист в голову клиенту заложить и сделать из него эксперта. Штуки, которые могут вызвать эмоции. Это один из вариантов. Сейчас это появляется чуть ли не каждый день, такие штуки. Это видеокамеры для видеоаналитики. Это хорошо, конечно, для бизнеса B2C, естественно. Почему B2C? Ну, B2B, наверное, в меньшей степени нам это нужно. А для B2C у нас клиентов меньше у B2B. То есть количество клиентов 3000 и может ограничиваться вся база. А здесь 3000 в месяц минимум может проходить, если это B2C. Поэтому что нам дает B2C? Мы узнаем, дает эта видеокамера, мы узнаем клиента. Когда мы его узнаем, у него как раз это вызывает сильные эмоции. То есть я, например, хожу в Greenwood Spa, и меня там всегда узнают по телефону. Я звоню, у них CRM определяет, что звонит Альбина. И они мне говорят, здравствуйте, Альбина. Естественно, я клиент их постоянный, потому что они меня узнают. Если в отелях есть вот такая видеокамера, гость заходит и его узнают. И он говорит, Семен Петрович, здравствуйте, вы у нас уже полгода не были. И, естественно, у клиента возникают эмоции. То есть у нас сейчас время персонифицированного сервиса, персонального сервиса. То есть время незаметного сервиса закончилось. Сейчас время именно индивидуального сервиса. Вот такие камеры как раз позволяют создать этот индивидуальный сервис. Только для Семена Петровича и только для него. И что способна делать эта видеокамера? Выделять людей в видеопотоке, сравнивать эти лица, предупреждать о совпадении, выделять вип-клиентов, вип-гостей сразу же. И также для безопасности. То есть если у вас, допустим, система воровства может присутствовать, то эта видеокамера, она и воров тоже определяет. То есть даже новый продавец, пришедший, например, в магазин, он может вывести, а вот пришел тот самый парень, 14 лет, который у нас тут постоянно что-то тырит. То есть система его считывает. Это еще и для безопасности. Есть такие мобильные какие-то приложения уже сейчас подобные. Поэтому погуглите, поищите много таких вещей. И для маркетинга тоже хорошо. Сейчас все вот эти маркетинговые исследования можно удешевить за счет вот этих вот фишек, вот таких автоматизированных. То есть я вообще болею автоматизацией, честно скажу. И битриксом пользуемся мы 4 года, и под себя его дописывали, естественно. Поэтому, конечно, если мы можем автоматизировать и сервис в том числе, и продажи, это здорово. То есть система позволяет и пол, и возраст, и количество, и постоянных, и випов всех этих отслеживать клиентов. Это, конечно, счастье, когда есть такая система в компании. Важный также момент о том, что люди любят давать рекомендации. Вот скажите, была ли у вас история, когда вы кому-то что-то порекомендовали, и вам сказали, слушай, Наташа, спасибо тебе большое, что ты мне порекомендовала. Такой классный специалист, вообще огромное тебе спасибо. Я вот только к нему теперь хожу. Было такое в жизни? Вот вы себя чувствовали такой, ой, я супермен, какая молодец, или там молодец. В общем, люди любят давать рекомендации, действительно, когда им это понравилось. Поэтому надо создать условия, где они будут это делать чаще. Просто нужно стимулировать эти рекомендации. Ну и, конечно же, самая элементарная и капитан очевидность – это этикетка FLAMP. Разместить хотя бы ее, либо визитку, алло, директор, либо ваше мнение важно для нас разместить хотя бы. Смотрите, мы очень часто боимся отзывов, потому что они же могут быть не очень приятные. А собственник, я сама собственник компании, очень болезненно реагирует на отзывы. Как будто лично его критикуют, его дитя, компанию. И важно здесь поработать со своим мозгом и воспринимать, конечно, отзывы с точки зрения того, что это все-таки для улучшения компании, это бесплатные тайные покупатели в вашей компании. Мне, конечно, тяжело удалось поменять это у себя в голове. Потому что тоже проводим большие мероприятия, отзывы разные бывают, естественно, всем не угодишь. И вот относиться и давать компенсацию в действии, даже превращать из негативного клиента в позитивного, я чуть больше расскажу, что мы об этом делаем. Например, компания Здравица уже лет 10 работает эффективно с отзывами. Они, конечно, молодцы и красавцы в этом вопросе. Вот как раз пример из клиник, когда мы делаем отзывы на сайте. Тоже у себя сейчас новый сайт делаем и хотим тоже сделать такую историю. То есть мы хотим управлять отзывами на нашем сайте, чтобы все источники, которые есть, там у нас фламп, не фламп, любые источники, где он может оставить отзыв, были у нас на сайте. И мы могли этим управлять. То есть не где-то мы через полгода увидели ужасный отзыв, а чтобы мы здесь и сейчас в таком хорошем режиме, быстром получали информацию о том, что какой-то есть отзыв от клиента. Поэтому лучше это делать у себя где-то. Кто-то делает это прям такой чат WhatsApp для клиентов. То есть знаю, многие компании делают это посредством WhatsApp. Также про компенсацию в действии. Это вообще отдельная история. Здесь, конечно, мало времени нам для того, чтобы эту историю обсудить. Это компенсация в действии, когда мы решаем проблему клиента не через неделю, не через несколько дней, а в моменте. То есть сотрудники наделены полномочиями. Вы выделили список тех косяков, которые могут возникать. Вы статистику провели, жалоб поняли, проанализировали их. Вы выделили в столбик эти косяки. И как мы можем дать компенсацию? Какую компенсацию мы можем дать? Потому что задавать все равно придется. Просто когда мы ее даем через время, во-первых, в кого человек превращается, который чем-то недоволен и решается долго вопрос? Подождите неделю, три дня, месяц. В кого он превращается, такой человек? Конечно, антирекомендатель, обезьяна с гранатой, которая будет активно вас отрекомендовывать всю эту неделю. Вы, может быть, очень красиво решите вопрос, но уже он столько рекламы сделал для вас. Поэтому задача отработать здесь и сейчас, потому что когда мы даем компенсацию в действии на месте, это стоит нам дешевле. То есть когда маленький ребенок плачет, ему соску дал, все, он довольно уснул или грудь дал. То же самое и с гневным клиентом это происходит. Когда мы здесь и сейчас грамотно отработали рекламацию, клиент будет вас рекомендовать. Вот у меня история с Икеей была. Я была недовольным клиентом, они прокосячили. Они решили в тот же момент. То есть просто красавцы. Они отработали технологию СУП. Они сразу же управляющий вышел. То есть настолько красиво, быстро, технологично отработали. У меня вопросов нет. То есть однозначно очень профессионально они работают по этому вопросу. То есть сразу компенсация в действии у них это все давно запущено. Давно все работает. По крайней мере мне так повезло. Сейчас не знаю как. Важный момент. Вот я говорила про то, что стимулируйте ваших клиентов оставлять хорошие отзывы. Плохие они не так без вас оставят. Хотя это тоже важно создавать условия, чтобы плохие тоже создавали. Что это значит? В моменте, когда… Понятно, что в магазине сложнее это сделать. То есть если конкретный такой B2C. Но в салоне красоты, где-то в отелях, то есть в каких-то таких бизнесах, где клиент проводит чуть дольше времени, чем 10 минут на покупку, можно оставлять отзывы любимых покупателей. То есть покупатель выходит довольный. Кстати, в магазинах мы тоже делали видеоотзывы любимых покупателей, которые ходят постоянно. Тоже снимали их, и они говорили, почему они ходят именно в этот магазин. Видеоотзывы хорошо работают, потому что YouTube никто не отменял. И в YouTube сейчас реклама эффективнее, чем по телевизору. Это вы знаете. Поэтому это ваша бесплатная реклама на YouTube. Конечно, вы даете гостю, клиенту какую-то скидку, какой-то сюрприз. Иногда даже это просто обходится условно какой-то шоколадкой, и гостю это приятно. То есть что-то незначительное, но гостю самому приятно. Во-первых, все сейчас очень хотят внимания к своей персоне, а вы ему подарили это внимание, сняли его на видео. Он сказал, почему он любит именно вас, почему он именно вас выбирает. И вы, собственно, выложили это, и у вас бесплатная реклама. Дальше. Мы говорили с вами про экспертность клиентов. Делайте из своих клиентов экспертов, чтобы они выбирали именно вас. Я немножко об этом говорила. Как именно делать? Обучайте их через порталы YouTube. То есть создавайте какие-то лекции, повышайте их уровень образования. Что делали, например, алкогольные компании в свое время? То есть как они повышали уровень культуры потребления алкогольных напитков. Раньше, помните, лет 15 назад все пили водку, сейчас главное перешли на вино. То есть это было очень плавное такое образование, погружение в атмосферу эту. Поэтому вы тоже можете это сделать, погрузить в свою атмосферу и переориентировать людей на ваш продукт. Ну и, собственно, обучение может быть в вашем магазине-салоне. Например, тот же Ля Рос, они сейчас к ним не записаться. Попробуйте записаться к Ля Рос на мастер-класс по изготовлению каких-нибудь там букетов, венков или еще чего-то. Вы не запишетесь. Там вперед на три месяца расписаны мастер-классы. Мастер-классы причем не дешевые. Таким образом, они получают бесплатную рекламу в Инстаграме, получают в Фейсбуке и так далее. Ну и плюс довольные клиенты постоянные, которые ходят с детьми и сами на мастер-классы найти. То есть мы на 1 сентября с дочерью не попали на этот мастер-класс, так как за неделю всего лишь мы опомнились, надо было раньше. Поэтому давайте информацию о том, как разбираться в то, что вы делаете. Давайте такой чек-лист зашивайте им в голову и они будут вас рекомендовать и выбирать вас. Самое главное – учить и выбирать именно вас. Полезные советы, конечно же. Это тоже относится к чек-листу. То есть вы можете чек-лист разбить на несколько блоков и эти блоки выдавать в соцсетях, на сайте, на ютубе. То есть ютуб-канал, если вы свой создали, и выдавать такими небольшими частями. Какие-то флешмобы можете запускать. Кстати, вот мне интересная история. Мы запускали флешмоб. До сих пор он есть. Но почему-то никто не подключился. Для меня это загадка. Я буду с маркетологами разбираться. Флешмоб «Люблю клиента». Нужно было признаться в любви клиенту. Представляете, никто в Новосибирске не признался в любви клиенту. То есть нужно было снять, выложить в ютуб или в соцсети и поставить хэштег «Люблю клиента». Собственно, рекомендательные карточки. Очень многие уже внедрили это. Например, клиник «Калинлайн». Что они делают? Ты попадаешь к ним на первую процедуру, ты первичный клиент. Они дают тебе твою скидочную карту, накопительную, и дают карту для твоей подруги или друга. И когда твой друг или подруга приходят к ним, тебе начисляются бонусы. Либо ты участвуешь в розыгрыше, допустим, путевке на Мальдивы. То есть у них сейчас этот розыгрыш идет. Естественно, у меня высокая мотивация. Может быть, действительно, на Мальдивы еще и бонусы. Конечно, я приведу. То есть я к ним двоих привела по такой системе. Поэтому рекомендательные карточки, они могут быть в виде вот таких пластиковых карточек. То есть конкретно у меня есть мой номер, и когда человек предъявляет карту, они видят, что это карта от меня. То есть можно это автоматизировать через пластиковую карту. Если нет таких финансовых возможностей, просто даже карточка на листочке, где он будет писать, там, от Логачевой Альбины пришел человек, и мне при следующей покупке какая-то скидка. Но лучше всего копить бонусы. То есть не скидки делать, а копить бонусы. То есть скидки дороже получаются, бонусы гораздо дешевле. Поэтому если вы делаете такие рекомендательные карточки, то лучше делать их за счет того, что у клиента будут копиться бонусы. И он их потом сможет потратить на что-то. То есть очень приятно в Техносити в том же сделали. Накопила тысячу бонусов, пришла, потратила пять. Поэтому это очень приятно. Взаимный пиар. Что это значит? То есть вот здесь огромное количество компаний, которые могут не являться напрямую конкурентами. Но при этом вы можете друг друга рекомендовать. Рекомендовать, например, ресторан рекомендует клинику, клиника рекомендует бассейн какой-то для детей и так далее. Вот эти перекрестные рекомендации, они очень хорошо работают. И главное, что это практически вам ничего не стоит. Только личные договоренности по перекрестным рекомендациям. Очень здорово, когда, например, в одном из ресторанов я являюсь там постоянным гостем, мне помнят, что у меня день рождения. У меня там карточка. Я пришла через неделю после своего дня рождения. Они мне подарили, значит, какое-то пироженкое такое небольшое и конверт, а там лежит сертификат оптику на пять тысяч рублей. Там лежит, значит, в общем, много чего полезного. А это все партнерская история. Им она стоила одно пироженка. Ну и CRM, понятно, видеть, когда у человека день рождения, чтобы это все выскакивало вовремя. Вот поэтому, конечно, это очень приятно. Это все запостила, сфотографировала. Тут же рекламу, тут же поздравления, все остальное. Вот. Дальше. Рассказывайте истории. Вот в соседнем зале выступает очень мною горячо любимая Наталья Сухарева, не перестаю ей восхищаться. То есть женщина, которая бесконечно работает над собой. Я, конечно, тоже, но я за ней не поспеваю, честно скажу, над уровнем ее проработки внутренней. Вот. Могу сказать, что когда собственник рассказывает свою историю, у меня тоже есть история, но не сейчас она, у нас очень мало времени, чтобы рассказать историю, она действительно берет за душу, и у нашего клиента ассоциация вот с вами, с собственником. То есть вот задача все-таки собственником – выходить из тени. Если вы не хотите выходить из тени, у вас должно быть лицо. Лицо компании. Но это риск. Лицо может уйти в другую компанию, еще хуже конкурентов. И все. То есть вы пиарили все это время человека, который ушел от вас. Поэтому вот здесь аккуратнее. С пиаром лица наемного лучше, конечно, пиарить самого себя. То есть собственник пиарит самого себя и рассказывает истории. Ну, либо если у вас какой-то длительный контракт с наемным, пожалуйста, можете его. Но однозначно выходить через личные истории – это эффект того, что вас будут рекомендовать. То есть количество рекомендаций, мы уже даже это мерили, количество рекомендаций усиливается, когда собственник начинает рассказывать свои истории и общаться с аудиторией. Ну, пример, например, знаменитый кулинарный ресторатор «Рамзи». То есть он известен по всему миру за счет того, что продвигает личный бренд. То есть сейчас время личного бренда. Помните, сервис персонифицированный. Поэтому люди сейчас хотят видеть, кто стоит за этим бизнесом. И готовы рекомендовать, если им близко те ценности. То есть через историю собственник передает свои ценности. Если эти ценности совпадают с ценностями ваших клиентов, они, конечно, приходят к вам. Но здесь вот важный момент – транслировать те ценности, которые вы хотите, чтобы были у ваших клиентов. Ну, то есть чтобы они совпадали. У нас осталось совсем немного времени, уже следующий доклад будет. Ну, конечно же, наши сотрудники будут рекомендовать, запускают тоже. Не будут рекомендовать. Кстати, сотрудники тоже рекомендуют. Важный момент. Услугами вашей компании ваши сотрудники. Здесь важный момент, да? Ну, если, конечно, это позволяет по логике. И они создают, конечно же, желание рекомендовать вас. Первое – собеседование. Мы очень часто недооцениваем собеседование. И когда к нам приходит куча людей на собеседование, мы очень часто так – следующий, вы не подходите. Что делает человек, когда он выходит в собеседование, на котором ему было некомфортно, неуютно? Конечно, не ходите в эту компанию. Во-первых, он портит HR-бренд компании. Не ходите туда, там вообще отвратительные собеседования, там неадекват и что-то такое. Второе – он может быть вашим клиентом. Третье – у него может быть тетя, которая у вас обслуживается. В общем, думайте, когда проводите собеседование. Вот эти все стрессовые собеседования, они уже в прошлом. Вот сильно в прошлом они. То есть нужно оставлять, даже если вы понимаете, что человек вам не подходит, даже когда он вошел, все равно напоите его чаем, все равно составьте какую-то короткую беседу и оставьте о себе хорошее впечатление. Это важно, правда. Как понять, что человек сервисный? У меня, так как времени мало, буквально несколькими поделюсь историями. Вы как думаете? Максимум на одну уже историю осталось времени. Хорошо. Мы можем вопросами пожертвовать. Мы сейчас с коллегами обсудим. Может быть, за счет вопросов мы время увеличим. Итак, друзья, если человек сервисный, придя к вам на собеседование, ваша задача. Первое, что-то уронить так нечаянно. Если он поднимет то, что вы уронили, человек просто в крови у него. Служить, быть сервисным. Если он как сидел, так и сидит, вот вы там запишитесь ему стандартов, да заучитесь его, он так и будет сидеть. Или вы что-то хотите, чтобы он вам помог. Например, вы там взяли, доску передвигаете или еще что-то. Сервисный человек, он встанет и будет вам помогать. Не сервисный, как сидел, так и будет сидеть. Если вы хотите, например, для вашего бизнеса, да, по скайпу можно проверить эмпатию. Хороший вопрос про скайп. Эмпатия, вы сами понимаете, что это сопереживание, сочувствие и так далее. В общем, очень близкая история с сервисом. Вы можете на что-то, ну так невзначай, пожаловаться. Ой, слушайте, так себя чувствую нехорошо. Видимо, эти бури. Ну, какую-то историю. Мужчине, конечно же, так нехорошо. Подумайте, о чем вы можете так невзначай пожаловаться. И будет ли человек сочувствовать, или он мимо ушей пропустит. И скажет, ну, ну, пропустил мимо ушей, не проявил эмпатию, все, до свидания. Он и с клиентами не будет ее проявлять никогда. Вы ее не научите, этого человека. Поэтому лучше прямо на собеседовании, по скайпу можно пожаловаться на жизнь. Если при личном общении, то что-то уронить, что-то помочь и так далее. Вот это такие простые рекомендации, конечно, их больше гораздо. Так как у нас мало времени, видео мы уже не посмотрим, я так понимаю. У нас его совсем не осталось. Ну, я так понимаю, за счет Павла, сего железа у нас совсем не осталось. Или прямо точно 30 минут? Нет, прямо точно 30 минут. 30 минут. Ну, хорошо, спасибо вам. Итак, друзья, у нас сейчас вопросы, правильно понимаю? Нет, к сожалению, но вопросов уже нет. У нас ждет следующий спикер, а иначе мы просто все умрем от голода после этого. Понятно. Ну, в общем, у меня там еще, конечно, минут на 10 было. Ну, ладно. Итак, друзья, если вам интересно, вы можете подойти за экранами контроля и скинуть себе на флешку экраны контроля, если есть ноутбук и так далее. Если интересно конференции секреты сервиса, можете тоже подойти, мы обсудим с вами возможности участия. Вот можно последний слайд показать? Вот, собственно, можете сфотографировать мой телефон, в WhatsApp написать и электронную почту. По какому видео? А, вот этот слайд? Да, конечно, пишите. После 22 октября сможем. До 22 не сможем, точно сразу говорю, что у нас своя конференция. После 22 сможем, я прям сразу говорю. Итак, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо вам за интерес, проявленный к теме. Хорошего дня вам! Спасибо. Спасибо.